Сегодня мы научимся говорить о своей семье на португальском языке. Если ты хочешь также научиться называть месяцы по-португальски и легко использовать конструкцию для выражения действий, которые ты выполняешь прямо сейчас, тогда бери любимый напиток, устраивайся подобнее и начинаем. Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий и добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков и путешествий. И сегодня на мой курс по португальскому языку. Португальский язык по диалогам. Легко, быстро и с удовольствием. Всего за 30 диалогов вместе со мной ты проходишь этот увлекательный путь от нуля до уверенного владения португальским языком на уровне А1, что позволит тебе использовать португальский язык в повседневных ситуациях, ну и, конечно же, в путешествиях. Если ты хотел бы изучать этот красивый язык вместе с нами, тогда вначале предлагаю тебе подписаться на мой канал, не забудь сделать красную кнопку серой, также не забудь нажать на колокольчик, иначе пропустишь новое видео на моем канале, ну и, конечно, твой лайк и комментарий, потому что именно от твоих лайков и комментариев зависит, запишу ли этот курс до конца, потому что я, конечно же, хочу снимать только полезные видео, которые востребованы на моем канале. Поэтому для поддержки португальского языка и этого курса ждут твой лайк и комментарий. А мы с тобой начинаем. Сегодня у нас десятое занятие, и по традиции давай начнем с прослушивания предыдущего диалога, чтобы понимать, насколько хорошо ты его проработал. Предлагаю расслабиться, можно закрыть глаза и насладиться предыдущим диалогом. Это наш небольшой предыдущий диалог. Если ты все понял, ты просто молодец. Если нет, тогда мы сейчас его прочитаем, но мы не будем обсуждать грамматические и лексические моменты, поэтому, если ты не понял больше половины, то, конечно же, лучше его пересмотреть, пересмотреть наше предыдущее занятие в плейлисте «Португальский по диалогам». А сейчас сначала читаешь ты вслух, потом слышишь мой вариант. Мы еще сегодня вместе получимся читать предыдущие диалоги. Поехали! Ну кау! Ки калор! Ки калор! Си, у калор естта инсупортабиу! Си, у калор естта инсупортабиу! А сянелас жа естта аубертас! А с портас? А с портас? Отлично, мы с тобой почитали диалог Все особенности произношения мы с тобой обсуждали в предыдущем занятии А сейчас наш новый небольшой диалог Он также будет достаточно небольшим Предлагаю также расслабиться Можно закрыть глаза Постараться услышать те слова, которые ты уже знаешь Либо по контексту догадаться о чем идет речь Ну а потом мы его, конечно же, разберем Диалог называется У-эн-контру У-эн-контру это встреча Эн-контрар, встречать, встречаться В португальском языке, когда мы говорим вы Когда мы обращаемся к незнакомому человеку Либо в вежливой форме, мы используем А-сеньора, то есть дословно сеньора, либо у сеньору А-сеньор А-сеньора, эй, бразилиэра, дословно сеньора бразильянка Мы переверем вы бразильянка Фала португез Фала португез Уже а-сеньора мы не используем Пока к тексту понятно, к кому мы обращаемся Вы говорите по-португальски Фала португез И ответ Эу-нау Соу-бразилиэра Я не бразильянка Отрицание нау Перед глаголом связком быть Я не есть бразильянка Эу-нау Носовой звук Когда вот эта тильда вверху, это всегда носовой звук С произносами с небольшой трудностью у носу Нау Нау Как будто у нас упростыли Эу-нау Соу-бразилиэра Мас Но Я говорю немного по-португальски Ум-поку-ди-портогез Мас Я говорю немного по-португальски Куау Вопрестительное слово Какой-как Куау-э Какой есть Сэу-номи Ваше имя Ну, то есть, как вас зовут Куау-э Сэу Куау-э Усэу-номи Какое ваше имя Меу-номи Э Сонья Мое имя есть Избавим глагол связку Быть Мое имя есть Сонья Меу-собриноми Собриноми Это фамилия Меу-собриноми Э Андерсон Еще раз Меу-номи Э Сонья Меу-собриноми Э Андерсон Меня зовут Соня Моя фамилия Андерсон И Эсчи Э Паку А это Пако Меу-мариду Мой муж И Эсчи Э Паку И Когда у нас Э Без палочки вверху Это безударное положение И Это союз И Поэтому произносим И И Или А И это А вот это Э С палочкой вверху Это глагол Связка Быть А это И Паку И произносим Как Э Получается И Э Э Чи Э Паку Меу-мариду Отлично Вот наш Небольшой Диалог Тут нет Никаких Новых Грамматических Трудностей На данный момент Давай с тобой Послушаем Этот диалог И Когда будет Пауза Громко Вслух Произноси Фразу За фразой Чтобы Отренировать Произношение Этих Фраз Поехали ДЕЦМА 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 ENCONTRO A SINHORA É BRASILEIRA? FALA PORTUGUЕС? Eu não sou brasileira Mas eu falo um pouco de português Qual é o seu nome? Meu nome é Sônia Meu sobrenome é Anderson E este é Paco meu marido Esc classic Если есть желание и возможность можешь еще раз перемотать и послушать этот делок один-два раза сколько тебе угодно и повторять почитать слух Как я обещал в начале нашего видео сегодня мне бы хотелось научиться говорить вместе с вами произносить месяцы по-португальски Итак поехали Жанейру – инварь, феверейру – февраль, марсу – март, абрью – апрель, майю – май, жунью – июнь, жулью – июль, агосту – август, сетембру – сентябрь, оттубру – октябрь, новембру – ноябрь, дезембру – декабрь. И теперь ты можешь называть месяцы по-португальски. А мы идем с тобой дальше и изучим конструкцию для обозначения действия, которые происходят прямо сейчас. В русском языке мы говорим «я сейчас, например, я сейчас ем, я сейчас смотрю телевизор, я сейчас учу португальский язык». Для этого в португальском языке есть конструкция. Глагол «эстар» используется как глагол-связка. «Эстар» плюс форма, она называется форма «герундия». Мы с тобой берем глагол, например, какой глагол? Вот «андар» – у нас есть несколько примеров. «Андар» – это ходить пешком. Отбрасываем последнюю согласную и добавляем суффикс «ндо». «Андандо» – «эста андандо» – он предполагается сейчас ходит пешком. «Фалар» – разговаривать. «Эста фаланду» – произносим о безударном положении, как у «эста фаланду» – он разговаривает. «Он», «она», «вы» – разговариваете. «Комер» – кушать, есть. «Эста коменду» – он, она, «вы» – кушаете или ты. «Гритар» – кричать. «Эста гританду» – он, «вы», «ты» – она кричит. Еще один слайд, чтобы было понятней. То есть, еще раз, мы используем глагол «эстар». Дальше, основной глагол, откидываем окончание «эхи», «эр» и добавляем окончание «ндо». Например, «Онжи, воссе, эста моранду» – «где ты живешь в данный момент». Конечно, если мы просто спросим «Где ты живешь?» «Онжи, воссе, мора» – «в целом, где ты живешь?» Но в данном вопросе мы задаем «Где ты живешь в данный момент?» Уточнение «В данный момент сейчас». И ответ «Эу эсту моранду им Копакабана» – «я живу сейчас в районе Копакабаны». Это известный или самый известный район в Рио-де-Жанейро. Я тебя тоже хочу сейчас спросить. «Уке воссе эста фазэнду агора?» Что ты делаешь прямо сейчас? Или что ты сейчас делаешь? «Уке воссе эста фазэнду агора?» Поставь, пожалуйста, на паузу и напиши, что ты делаешь. Я думаю, что мы получим разные ответы. А может быть, получим один ответ. Но в любом случае, напиши одно предложение. «Эу эсту» плюс глагол плюс какое-то, если необходимо, какие-то слова. Еще раз, это конструкция для того, чтобы обозначать, что мы это делаем не вообще, а в данный момент. Допустим, «Эу эсту комэнду» – «я сейчас ем». «Эу эсту ленду у ливру» – «я сейчас читаю книгу». «Эу эсту практиканду португэз» – «сейчас я практикую португальский язык». «Эу эсту трабальанду агора» – «я сейчас работаю». Отлично. И еще очень важная тема на сегодня – это тема «семья». Потому что в диалоге, диалог был, это небольшая, вернее, это был даже монолог больше, диалог-монолог, где говорила о себе героиня диалога. Рассказывала, что она не бразильянка, но тем не менее говорит немного по-португальски. И мы сейчас добавим с тобой членов семьи, и ты сможешь рассказывать о них. Давай прочитаем. На экране можешь потом поставить на паузу и переписать всех членов семьи. «Успайс» – это родители, а «май» – мама, у «пай» – папа, отец. Дальше. Пойдем, неважно в каком порядке. «Учью» слева. «Учью» – это дядя, а «чья» – это тетя. Дальше. У нас здесь есть «ирма», а «ирма» – это сестра. «Ирмау» – «ирмау» – почему-то нет артикля. «У» – «ирмау» – это брат. Дальше. «Уприму» – это двоюродный брат, а «прима» – двоюродная сестра. «Асобринья» – ниже слева. «Асобринья» – это племянница. «Усобрину» – племянник. Дальше. «Усфилиус» – идем правее. «Усфилиус» – это дети. «Афилия» – это дочь. «Уфилию» – это сын. Дальше все объединяем. «Узнетус» – это внуки. «Анета» – это внучка. «Унету» – это внук. Почему-то здесь нету бабушки и дедушки. Они произносятся практически одинаково. «Авон» – «уавон» – «авон». «Бабушка» и «дедушка». И остались два слова. «Амульер» – это вообще жена. То есть, может быть, женщина. «Жена». Например, «Минья» – «мульер». «Моя жена». «Мариду» – это муж. «Мею мариду» – «мой муж». Это основные члены семьи. Если вдруг тебе необходимо добавить других членов семьи, которых ты не видишь на экране, конечно же, можешь воспользоваться любым онлайн-словарем и найти те слова тех родственников, которые тебе не хватает. И в качестве небольшого домашнего здания я тебе предлагаю рассказать уже не о себе, а об одном, двух или трех членах семьи. Можешь рассказать о маме, о папе, о брате, о сестре и так далее. Либо о жене, о муже, может быть, о ребенке. Небольшой рассказик. Ну, давайте, допустим, я расскажу о ком. Например, я расскажу о моем брате. «Ирмау». «Меу ирмау се шама Алексей» – «Леша». «Эли мора на Сиберия» – «Он живет в Сибири». «Эль мора на седаджи Братск» – «Он живет в городе Братск». «Эли тем синкуента анус» – «Ему пятьдесят лет». «Эли тем доис филиус» – «У него двое детей». Вот примерно вот это. Не нужно рассказывать очень много. Ты можешь еще что-то добавить. Чем больше ты расскажешь, либо можно рассказать о двух-трех членах семьи. Это будет здорово. Можешь прямо сейчас поставить на паузу и отправить это в комментариях к этому видео. Отлично, это твой лайк тебе. Ты хорошо поработал. Я с удовольствием почитаю и узнаю больше о твоей семье. А сейчас мы с тобой еще раз послушаем диалог. Заранее выведу основные мои суперсоветы для изучения португальского языка на экран. Если ты не впервые на моем курсе, на моем канале, ты эти суперсоветы уже знаешь. Все-таки повторю две основные идеи. Что новое занятие рекомендую прослушивать еще два раза. То есть в целом три раза. Сегодня основательно первый раз. Потом второй завтра. И послезавтра третий. Обязательно прослушивать и повторять слух. Ну и конечно же пользуется приложением Quizlet. По данным видео ты найдешь ссылку на слова и фразы данного занятия. А давай мы с тобой еще раз послушаем наш диалог. Можешь расслабиться. Я думаю, что ты уже поймешь все. И тем самым мы на хорошей ноте закончим сегодняшний занятие. Поехали! А сенора е бразилия? Фала португейс? Я не бразилия. Но я говорю немного португейс. Какой твой номер? Мой номер ес Соня. Мой собренове е Андерсон. И этот епак, мой муж. Отлично. Это наш диалог. Я думаю, что сейчас ты его уже очень хорошо понимаешь. Если ты к кому-то предыдущему занятию уже давал такое задание. Написать про себя. Задание написать про себя. И ты не написал. Можешь сегодня также написать про себя. И конечно можно расширить свой рассказ теми словами, интересами, хобби, которые более цельно расскажут о тебе. Конечно же, если ты не знаешь какие-то слова, можно пользоваться ресурсами, онлайн ресурсами, переводчиками и словарями, для того, чтобы найти недостающие слова. Окей, на этом сегодняшнее занятие я заканчиваю. Если занятие было полезным, конечно же, ставь лайк, пиши комментарии. И я тебе желаю удовольствия в изучении и практике португальского языка. Нос vemos очень скоро. Чао, чао.